Музеи Представьте, что только один раз в год музеи не закрываются по своему обычному расписанию, а готовят особую программу для посетителей и многие подробности держат в тайне. Все это ради ночи музеев. В этом году акция растянулась на два вечера и объединила сразу четыре культурных учреждения Гомеля. Картины галереи Гаврила Ващенко «Ночь музеев» прошла в формате Народного фестиваля искусств. К этой идее организаторов подтолкнуло большое количество желающих принять участие в проекте «Я художник, я так вижу». Арт-пикник у галереи объединил поклонников самого разного творчества – от изобразительного искусства до лозоплетения и вышивки. Для взрослых и детей мастера провели бесплатные мастер-классы. Например, Татьяна Борисова познакомила всех с акварельной техникой. Закрыли вечер концерт гомельских городских оркестров и колледжа искусств имени Соколовского. Так как в этом году КНР отмечает свое 70-летие, Музей истории города Гомеля посвятил свою акцию к культуре и традициям Китая и Беларуси. Гости увидели выставку фотографий Михаила Пеньевского «Путешествие по Китаю». Описание к снимкам сделала журналист Инесса Плескачевская, которая прожила в Китае 12 лет. Также она презентовала свою книгу о восточной стране. Для посетителей провели чайную церемонию и мастер-класс по каллиграфии. Поддержали атмосферу выступления Гомельской областной федерации УШУ. Белорусскую культуру в свою очередь представили город мастеров, показы одежды в национальных традициях и концерт этноколлективов. «Нам 20 лет, растем вместе с вами», – сказали в филиале Ветковского музея и предложили гостям народные песни и танцы. Здесь можно было услышать фольклорный коллектив «Столбунские вечерки», ансамбль бандуристов и ансамбль еврейской музыки, этно-рок-команду «Бан Джвирба» и многих других. В музее гости познакомились с процессом реставрации икон, занимались ткачеством и создавали древние рукописи. Кермаш Полюшуко представил ярмарку этносувениров, а мастера делились умениями на мастер-классах. Для маленьких посетителей также сделали творческую площадку. Самый грандиозный сюрприз накануне своего столетия подготовил музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Сразу 100 историй, рассказанных за одну ночь. Забавные, серьезные, загадочные, интригующие они ждали посетителей в каждом зале. Так у пандуса дворца гостей встречали бронзовая и цветочная княгиня Ирины. В колонном зале посетители учили полонез, вальс, бачату и сальсу, а белую гостиную отдали поэтам и композиторам. В зале торжественных приемов преподаватели и студенты колледжа бытового обслуживания создавали феерию из локонов для всех желающих. Юные гомельчане охотились на диплодока, кормили тираннозавра и участвовали в боях без правил с динозаврами. Только в эту ночь свои двери распахнула башня дворца, а гостей пригласили поучаствовать в квесте «Запутанная история». Далее в обзоре киноафиша следующей недели. Сразу с шестью премьерами нас порадуют кинотеатры региона. Все показы стартуют 23 мая. Криминальный триллер «Красивый, плохой, злой» – это история Теда Банди, обаятельного и харизматичного мужчины, который оказался жестоким маньяком и убийцей. История основана на реальных событиях. В главных ролях Зак Эфрон и Лили Коллинз. Попытку смешать в одном фильме супергероев и ужасы предприняли создатели ленты «Гори, горе ясно». По сюжету супружеская пара находит и берет на воспитание младенца с другой планеты. Однако с возрастом способности пришельца становятся опасными. Приключенческая фэнтези «Аладдин» порадует как детей, так и взрослых. Ремейком легендарной анимационной ленты занимался не менее знаменитый режиссер Гай Ричи. Самых юных зрителей ждет мультфильм «Веселая ферма», который расскажет про молодую корову Клару, отчаянно мечтающую стать звездой, несмотря ни на что. Завершают список премьер сразу две французские комедии – «Плейбой под прикрытием» и «Суперзять». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Материал подготовлен специально для программы «Новости недели». «Плейбой под прикрытием» и «Плейбой под прикрытием» и «Плейбой под прикрытием» и «Суперзять». Продолжение следует...